друзья привет хочу рассказать вам про домкрат вот подкатной домкрат достаточно неплохой называется как бы зубы на самом деле это никакой не зубы изначально зубы это число уже наши разместились заказ на изготовление этого домкрата в компании старин индастриал трейдинг вот компании до левики это достаточно такая известная компания древняя она китайская но очень давняя с 1954 года существует и в тесном сотрудничестве с америкосами значит для америки на вот эти на этом заводе производятся эти домкраты под названием big red потом тари сам blackjack вот а у нас они зубы нашли подкатной он как бы в категории гаражный профессиональный на сайте у них там указаны я ссылку оставлю под видео на на вообще на официальный сайт посмотрите зайдите посмотрите очень сильно удивитесь вот но домкрат хороший вот эта компания талий 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 а в провинции хэйнань находится завод вот они делают фиговую кучу всего для разных крупных компаний индустриальных комацию для комацию делают для который для катерпиллера делают вот всякое оборудование очень мощная промышленная группа вот ну и естественно у них как линии производят конечно и по тех по контракту да вот как как это все делается сейчас последнее время о и называется да вот эта система интересная но все равно как бы продукция выходит с этого завода ну неплохая вот можно смело брать то есть несмотря на то что это зубы хотя как всем известно хороший инструмент зубров не назову вот сейчас хочу показать сначала такой вот покажу как выглядит это все значит на вы заметили уже что это в кейсе он вот в таком черный кейс ну пластмасса прочная не бьющийся и такая она гибкая как бы полиэтилен такой специальный да вот сейчас покажу развернула вот этот чемодан и открою сейчас открою так чтобы было видно сейчас вот отщелкивается ну вот вот он вот он домкрат сам сам домкрат вот ну выглядит достаточно так прилично вот у него изготовлен из толстого металла что в этом домкрате интересно то что у него значит сейчас я позже покажу низкий подхват и высокий подъем вот то есть он поднимет кроссовер еще сразу скажу что у него есть такая интересная как бы не свойства как назвать особенность на вот это вот штучка вот она она снимается то есть вот этого отверстия для но как бы крепится здесь для вот это вот здесь можно случай чего увеличить какой-нибудь набалдашник поставить трубу и вот так вот вставить да и будет вот такой подъем высокий вот резиновая площадка то есть она в комплект сразу ну не идет это я говорю сам это я купил отдельно она просто вот сюда так кладется вот но сейчас я вытащу из чемодана вот такая рукоятка вот у него ручка есть удобно удобно как бы доставать его и закрывается вместе с ручкой кстати не надо снимать как у некоторых есть таких же похожих домкратов чемодан не закрывается за ручку надо каждый раз отщелкивать снимать тяжелый очень тяжелый так сейчас я вам покажу вот так вот он выглядит вот подхват у него сразу говорю низкий вот очень низкий то есть если взять так у него 90 получается сантиметров написано я замерял получается 87 сантиметров в реальности рулеткой замерял вот так что у него еще интересного металл у него толстенный сразу это можно как бы заметить да и вот он сейчас я вам покажу сейчас я подниму опа вот металл ну вот толщина вот тяжеленный очень тяжелый вот ну как очень то есть ну такой массивный вот это вот поворотно у него поршень да то есть в тисненных условиях можно его поднимать сейчас я вам покажу как он качает вот так видно там нет то есть вот ручка вставляется здесь вот такой вот заусенец есть ну такой нормальный кстати не слизанный как на других вот есть домкрата и вот сюда вот обставляется вот поворачивать можно да и качается вот сейчас ручку так и что-то вот эта площадочка есть чтоб не потеряли что можно сюда положить что-то магнит снизу прицепить прицепить сюда можно уже вот это всякий металлический крепеж снимать вот он поднимается так это я хочу сейчас вам для начала показать как бы в помещении сейчас только вот распаковал вот его вот он поднимается вот и вот его весь подхват все больше не идет вот ручка вот поворачивается вот его подъем вот что я говорил вот этот видно там не сейчас вот я говорил вот это вот случае чего кому понадобится вот можно нарастить то есть она не приварена как на некоторых вот эта тарелка площадка вот это вот такая в нем особенность есть интересно то есть вот такую штучку взять болгаркой ну какой болванку взять да там трубчатую ну и все и нарастить и все она такая вот будет или какую-нибудь платформу здесь вот чтобы она туда вставлял и все что у меня тут сбилось все ну так вот вот это нарастить можно естественно но самое прикольное я еще вот к нему при при купил еще кое-какие при прибамбасы это две две резиновые значит тоже платформы специально вот сюда они как раз вот вот первая вторая первая вот она толстая да и потоньше да то есть вот такие они широкие две копейки стоят вот так сюда вот так вот кладутся вот тут вот она толщина вот это вот сразу увеличивает тоже высоту подъема забыл сказать что до сказал про высоту подхвата до 90 миллиметров до это то есть низкопрофильную машину можно да будет поднять или со спущенным колесом подкатным домкратом можно получается подлезть вот и высота подъема у него 360 миллиметров до но тоже замерял вот как бы по на пару миллиметров выше она почему-то то есть подхват ниже а подъем выше и вот это вот тоже плюс вот сколько 4 40 миллиметров плюс еще и вот такая вот еще тоже два с половиной и вот так вот можно еще они резина вообще просто но не сгибаем а вот ну и не треснет если вот вот так вот можно подкатить подкатить в общем этот домкрат вот у него вот тут вот снимается вот это вот вот эта вот площадочка так сейчас я поближе покажу вот вот у него тут поршень вот и мощная пружина вот так вот заправлено что интересно мне понравилось в общем очень заправлен сейчас я покажу как он спускает посмотрите берется рукоятки снимается снимается и вот здесь вот специально вот такой вот есть клапан который просто берется так вот я отворачиваю сейчас вот это сниму чтобы видно и вот он вот так вот язык закручивать кстати надо плотненько вот видите вот так вот раз все и сдулся вот спустили его и обратно закрутили чтобы там воздух потом не оставался потому что укачать не будет вот так вот очень хочу пока продемонстрировал я сейчас предварительно а потом продолжение в общем в один ролик впихну чтобы видно было вам как это он в действии да вот но самое еще тоже прикольная вот прикупил плюс к этому домкрату еще вот такие такие две вот такие подставки вот тоже зубы ранее как бы называются да ну я покатала посмотрел это все как раз вот это вот big red вот этот вот blackjack тоже сделаны вот так вот ну для подкатного это нужно обязательно вот эти вот под ноги брать вот они с тормозом поднимаешь вот так вот фиксируется хорошо у них вот есть вот эти вот подпяточники то есть он не прорежет землю вот или там мягкая какой-нибудь напольное покрытие то есть не врежется то есть он плоскостью вот этих вот этих вот пяточек встанет просто и все ну и плюс устойчивый и вот эти вот вот эти вот тоже куда-нибудь под мост там лучше конечно под поднище да там под специальные места посадочные вот так что будем испытывать сейчас вот сезон начнется уже начинать так что вот такой вот вот такие вот ставки еще кто плюс к этому всему вот ну взял сразу одним названием что там крат вот все теперь доволен как слов посмотрим что там в действие то мы сама а еще что я еще вот прикупил тоже копейки стоит это вот эти вот под колесо ставить короче упоры под колесные вот такие резиновые тоже ну купил уже ты пусть будет тоже вот такие вот резиновые и купил купил в общем два ключа баллонных да ну достаточно таких я думаю серьезных взял омбровский ключ вот омбра крестообразный да и одна вторая вот этот переходник здесь тоже насадки всякие ставят и вот у него усилитель есть такой железный но самое прикольное что я его взял то я его потом взял сначала я взял тоже аля фирменный много известный короче ключ фирма сато вот как бы профессиональный считается да он посимпатичнее вот он вот инструментов как у дурака махорки вот мне больше нравится конечно сато вот у него тут если сравнивать с омбра во-первых есть полированный да у него металл такой помощнее как бы да и вот эти вот у него почетче да как бы головки вот эти накидные да но усилитель у него и самое интересное почему-то я думал металлические оказался он пластиковый но он я посмотрел на сайте он запатентован и вот какой-то язычок железный из него выдвигается за нем логотип был прицеплен но я не знаю для чего вот этот язычок но он помощнее как бы чем омбра да и по каталогам тоже я вот посмотрел короче сато она на весь мир известная да ну фирма в апекс групп входит тоже промышленная фирма мощная вот которая изготавливает ну то есть для а и вот сато вский инструмент на автомобильных гигантах короче используется там на сборке а умбра это карта памяти закончилась вообще жесть вот остановился ключ сато короче это вот фирма известная на весь мир входит в группу апекс групп до повторюсь а умбра она короче чисто российская компания все считают что тайвань нифига никакой не тайвань вернее тайвань до завод на тайване вот и изготавливается тоже пусть контракту для всех кому угодно под своими брендами вот и наш вот бренд омбра российский размещает там заказ так что кто думает что этот тайванская фирма глубоко ошибается но так или иначе все равно это хорошие инструменты вот значит лобры вот плюс то что вот это вот железяка стоит вот но он такой он не полированный вот но только железка какая-то блестящая вот у него этот значок и у него не четкие какие-то вот эти вот головки как здесь во первых она такая конусообразные здесь она не четко про прорезана ну как бы нормально все ну в общем он выглядит не так круто как садовский 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 да вот у него будут вот если видно не видно вот тут написано ну все по номерное по каталогу вот у садово вот вот все четко как бы больше у него не конусные а такие вот как бы квадратненькие головки но здесь переход здесь нету четвертой головки здесь просто вот переходник такой вот есть у меня есть как бы тоже комплект разный домов и вот это вот пластмассовый то есть а еще вот в чем прикол то есть если буксировать что-то да то если это вот ставит там где-то ну в петлю с тросом да там зафиксирует где-то вот на хрен разлетится все а этот не разлетится то есть можно будет как-то где-то что-то применить силовым образом вот но здесь вот повторюсь металл как типа вот круто порошковообразное литье короче да а здесь какой-то цель на цель на такое литье то есть вот ну вот разные два разных литья и 2 2 2 разных такие вот головки видите пока не так что давайте на этом как бы сейчас завершусь вот такие вот приблуды короче ништяки такие вот я думаю это нужно нужно вещи они копейки стоят короче три 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 двести три рубля двести три три тысячи двести рублей вот там крат с чемоданом дальше чемодан чего нужен-то случае чего возить если ну может быть такое понадобится возить да и хранить лучше в чемодане чем он будет валяться в пыли там попользовался отложил положил чемодан под на полочку ну если конечно аккуратно человек атаку если кровить лохмандей то ему и пофигу на эти чемоданы можно и без чемодана купить тоже вот так что на этом пока вот все вы сразу вот после вот этого все смотрите продолжение вот где я уже буду непосредственно под машину вот это вот подставляет домкрат подкатной посмотрим его в действие дайте ноги треноги три под подставки вот эти вот упор и опоры эти страховочные посмотрим что это все все представить может может быть и в процессе и обломчик как уметь выхвате не поднимется машины или сдуется домкрат зуба вот так что давайте сейчас я приготовлю все это на улице очень хорошую погоду колеса как раз надо меня всех не прощаемся сейчас все тайм-аут берем небольшое спасибо так но сразу к делу вот сегодня выдался тепленький погожий день денёщик солнечный сейчас вот вот я вынес чемодан с домкратом кейс и вот эти две стойки ключик сейчас вот будем испытывать буду испытывать этот купленный домкрат вот заранее заранее посчитал нужным вот постелить все таки две вот такие фанерки одну под домкрат ну чтобы не про не продавливал землю сейчас я достану и попробуем это все сделать извиняюсь конечно же за за долгое нуднейшее видео я сам офигел от того что она долго долго у меня происходит но зато с подробностями в общем смотрим а а а а а Продолжение следует... 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 достаточно мне понравилось как бы теперь ну вот я буквально затратил минуты у меня раньше уходила со штатным вот этим домкратом куча времени вот так что вот так вот друзья про вот этот домкрат вот речь закончилась ну а про ключ про ключ ну а ключ что рассказывать ключ он и есть ключ вот садовский я взял сейчас я в примере он я его отдел ключ и все его таким воротковым образом вот прекрасно вот этим ключом случае чего он встал прям как нормальных и вот все в домашних условиях а то ключа штатная от жигулевский огрызок какой-то сам непонятный алюминиевый вот но то образки давай сейчас посмотрим вот а вот у омбровский вот я тоже поставил там вот вот так вот тоже четко четко встал все нормально вот как бы к обоим ключам тоже вопросов нет омбровский как-то даже и по длине и оказался вот по размеру то есть он даже больше у него захват вот так вот что в общем на этом наверное все спасибо за просмотр вот и а еще раз извиняюсь что очень долго и нудно видео растянул как бы по элементарным маха моментом таким вот ну еще раз скажу что конечно с их с подробностями вот всем спасибо за просмотр всем пока